Здравствуй, дорогой зритель! Продолжаем играть в Викторию 2 и Хаос Девайдет на максимальной сложности за КША. В принципе, у нас всё идёт спокойно. Единственное, я смотрю, мы потеряли опять позицию по военной мощи. Давайте её попробуем вернуть. Так, эти наверх идут. Вот этих перебросим сюда. И будем строить тут везде крепости себе, чтобы получить снова очки мощи военной, чтобы неповадно было на нас, северу, всё-таки напасть под конец игры. Потому что осталось 19 лет, и, в принципе, на этом игра закончится. Вторую половину особо ничего интересного не происходит, потому что всем, чем управлять можно было, я поуправлял в первой половине игры. Промышленность я так и не смог взять под контроль, потому что на политику первую половину игры забивал. Ну и, собственно, осталось всего ничего. Все технологии уже практически открыты. Осталось несколько технологий, которые там в 19-м году только появятся. А нельзя сразу выделить все. Нет, по одной надо тыкать. Ну, у нас полно денег, крепость стоит десятку. Поэтому мы можем по всем, по всем своим территориям её строить. И это нам даст больше очков. Причём тут первого уровня ещё. А так-то у нас максимальный пятый. Третий вот есть. Третий. Может быть, конечно, север сейчас под конец игры решит попытаться снова нас захавать. Тем более, что учитывая, что мы место ещё своё потеряли. Я имею в виду, место по военной мощи. Ну всё, вроде во всех нажал, да? Нет, ещё не во всех. Ой, тут вообще нет никакой крепости. Тут, тут. Ну вот теперь, наверное, во всех. Чтобы... Ну, это, конечно, долгий процесс. Это годы... Сколько там? То ли три, то ли четыре года это всё будет строиться. Но если в течение четырёх лет у нас не будет войны, то мы получим опять кучу очков военных. Снова там займём своё место. Третье там или четвёртое. И я думаю, что компу будет на нас. Ну, не то, чтобы уж наплевать, но не дёрнется он. Деньги всё равно эти тратить некуда. Нужно ещё одну армию построить. У нас 50 бригад влазят. Давайте соберём ещё одну бригаду. Не бригаду, армию соберём. Единственное, что танки, конечно, содержание такое конское, что я не буду покупать. А вот пехоту и артиллерию так и запросто. Давайте сделаем сколько? Шесть таких. Два, три, четыре, пять, шесть. И шесть арты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Двенадцать бригад ещё соберём. И будет хорошо, наверное. Так, разгоняемся. И летим вперёд. Вообще, я так думаю, что это может последняя, может припоследняя серия. Так, в региональную выставку за 250 фунтов. Да, конечно, давайте. Восстание какое-то. Подавили выставку, открыли, получили престиж. Вот видите, по престижу на третье место вышли. По военке, кстати, пересчиталось. Вышли на четвёртое место. Но, походу, после загрузки игра не очень понимает, что происходит. А, самолёты открыли, смотрите. Сейчас, кстати, посмотрим. Может, авиацию себе введём. Так, промышленность вся, культура вся. Ну, флот как бы, да. Давайте вот это вот. И посмотрим самолёты. Можно же строить самолёты? Можно строить самолёты. Ой, ну содержание такое же тоже. 160, как у танков. Ну, не будем тогда, наверное, строить самолёты. Может, по одному самолёту, по два. На армию. В Африке. Ну, не в Африке, конечно, тоже. Ну, давайте сделаем, может, один самолёт. Один на армию давайте сделаем. Раз. У нас сколько там армий? Раз, два, три, четыре, пять. Вот эти вот парни. Давайте объединим их. Оборона один. Значит, Томас... Томас должен с Кейлс остаться. Нет, не Томас. С Кейлс остался. Давайте поменяем на оборонного какого-нибудь мужика. Вот он, да. Вот его берём. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, шесть самолётов, это 1200. Придётся опять выкручивать пошлины. Давайте два тогда сделаем. Два самолёта. Всё. Два самолёта сделаем. Не знаю, один вот тут оставим, один вон туда. Он сможет перелетать, наверное. Хотя, наверное, не сможет. Ладно, стартуем, бежим вперёд. Так. Крупное открытие. Зензибар. Тихонечку Африка входит в нашу сферу влияния. Но пока не в сферу, пока просто улучшение мнения. Но и до этого дойдёт, я думаю. Ну, смотрите, плюс 1000, да, плюс 1200. Можно самолёта. Ричард Сибли помер. Где ты был, Ричард Сибли? Вот тут ты был, понятно. Я отключил автоназначение, потому что у меня генералов там тьмущая тьма. И из них куча отстойных была. Вот, я эту штуку выключил. Ну, давайте. Вот оборона 1. Хотя мы можем сюда тоже ещё накинуть, наверное, 20000, да? А, нет, 10000. Три бригады можно сюда накинуть. Да, есть смысл. Можно просто вот эту армию перегнать в Ричмонд. Она будет в качестве подкрепления сюда и сюда. А здесь сейчас мы новую создаём на 12. Пусть там стоит. Так, новый генерал. Как бы понять, с какой стороны он появился, этот новый генерал, потому что я вот поснимал галочки ещё. В игре баг при отключении вот этого сползают характеристики. То есть остаются мужики сами, а характеристики уже показываются не от них. Мне про это написали в комментариях там когда-то. Вот. И это прям очень обломная фигня, потому что... Сейчас вот он добавился, этот генерал. Непонятно, где он добавился. И весь список перепроверять надо. В общем, с генералами тут не очень удобно всё сделано. Когда вот их такая толпа копится. Ну, видимо, хороший какой-то. Плохих не появилось. Ладно. Несёмся. Крупное открытие. Оперативной бомбардировки. Эта доктрина предусмотрена... Так. Подождите, подождите, хлопкаю у плантации. Про бомбардировки-то интересно. Потому что мы сможем ими пользоваться-то или нет? Концентрация усилий авиации на бомбардировке инфраструктуры в районе боевых действий. А, ну эффект просто скорость самолёта. Понятно. Межвоенные бомбардировки. Самолёт-разведка. Ну, это эффекты на самолёт просто. Применение газовых атак. Можно устраивать газовые атаки. Вот это уже какая-то военная механика. О, смотрите, восстание на севере. Так, завершили управление рисками в армии. Подготовка унтер-офицеров. Берём. Восстание на севере. Хорошо. Ну, хотя, конечно, эти все восстания там гасятся так же, как и у нас гасится. Без особого. Сопротивление. Военная администрация. Гавайи там чё-то. Командно-штабные учения. Открыли. 24. Так, это у нас собирается новая армия. Давайте найдём какого-нибудь командира ей. Вот интересно, если у нас тут будет бой, например, нам тут нужен командир с обороны. А если эти вот пойдут на подкрепление, нужен с атакой командир? Или всё-таки тоже с обороной? Или он подходить будет атаковать? Вопрос. Давайте возьмём с обороной всё-таки. Так, ещё одного генерала, да? Ладно, я не буду сейчас его искать. Всё равно я выключил автоназначение. Четвёртое место. Сейчас. О! 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 Стой, стой, стой. Война. Война началась. Смотрите. Так. Держава Венесуэлы решила соблюсти условия нашего военного союза и присоединилась к нашей непобедимой армии в конфликте американского нас за освобождение региона Оклахома. Это они хотят Оклахому, да? Я так понимаю. Вероломная Эфиопия отказалась. Египет предключился. Милитаристы из державы США объявили нам войну. Ну что ж. Так. Что мы будем делать теперь? Воевать мы будем, да? Мы будем снова воевать. Ладно. Где там наши союзники? Ну вот эти сейчас... Ой, ну тут силёнки-то, конечно, по три, по шесть. Вот Мексика была бы нашим союзникам. Она бы, конечно, выставила нормально бригад. Вот я смотрю тут у неё. А у тех-то, конечно, сгулькин нос. Кстати, раз началась война, можно посмотреть, сколько бригад у компа. Триста двадцать девять, да? А у нас сто семнадцать. Ну, давайте мобилизацию тоже проведём. Сколько мы получим? Девяносто шесть бригад? Ну, давайте. Мобилизация. Ой, они так плохо все ещё. Отстойники. Так, отстойники. Бегите вниз, чтобы вас не перехватили. Вниз. Так, тридцать девять. Тридцатка сюда уходи. Тут. Вот это, да? Девагасту не толпись тут. Иди в шарлот. Здесь никого не появилось? Нет, тут тоже кто-то появился. Двадцать четыре. Иди в роли. Так, значит, сейчас утаскиваем всех. Всех своих утаскиваем в тылы. Чтобы их по дороге не чпокнули. Вот. Тут собираем армии. Вот эти у нас оборонные наши армии. Качественные стоят. Окопанные. А здесь вторую линию сделаем, которая будет выкидывать подкрепление. 370 бригад у противника. Ничего себе. Это жесть, конечно. Больше миллиона солдат. Так, дальше. Меняем фокусы национальные на солдат. Потому что 370 против... На 96 еще, да? Против наших 200. Это, конечно... Так, солдаты, солдаты. Случащих. Это, конечно, жесть. Так, что всех на солдат. Ну, я надеюсь, может, союзники наши там что-нибудь хоть провернут. Ой, выборы начались. Не вовремя. Крадутся, крадутся. Ага, вот, кстати, первый бой начался. 300 на 800. Давайте. Подкинем туда подкреплений. Ты что тут шагаешь? Куда ты шагаешь? И зачем ты шагаешь? Стой здесь. Этот ушел. Так, этот готовится. Ой-ой-ой, стойте, стойте. Ушел-то он ушел. У него нет командира. Ух ты, минус 1400. Атака. Ну, давайте вот здесь поставим атакующего. Эти все пока валят. Уводим их в тылы. И там займемся ими. 99 тысяч. Ну, такие армии еще нешуточно идут. 54. Нифига себе. Сейчас подойдут еще наши подкрепления некоторые. Опа. Моносас. Ааа. Е-мое. Это же я строил. Да, это же я строил там войска-то. Так, ну, Атланта тут. Атланта у нас здесь. А под Моносасом поймали бригаду. Вон там он. Где-то. Оклахома. Ну, это вон там был, да. Это два юнита, которых мы сейчас достроили. И которые попали сразу под раздачу. Вот начинаются замесы. Так. Да какая электрификация. И какой-то закон еще можно принять. 12-часовой рабочий день. Кто что хочет вообще? Приемлемые субсидии. Приемлемые субсидии. Давайте приемлемые субсидии. Так. 45. 86. 65. Да, конечно. Несметная полчища. Давай встал там. Потому что сейчас еще туда подтягиваются. Нифиговое количество солдат. 69 на полторы тысячи. Вот тут я понимаю. О, 50 на полторы тысячи. Вообще отлично. Давай, давай, да. Так. Всех обтянули. Нет еще. Вы отступаете. Отступайте. Отступайте. Сейчас вот сюда их соберем. Оттуда будем перекидывать. Крадутся наши вон сальвадорцы. Но, конечно, вот эти армии по 3000. Ничего они не сделают. Наши спортсмены побеждают. Отличная новость. 88. Но наши подкрепления уже идут. Смотрите. 600 на 300. Вот это замесы. А там идет 109 тысяч еще. Ё-моё. Куда идут эти 109 тысяч? Встал там. Сюда идут. Так. Командира. Давай-ка командира встал. Вот он так. Вот сюда вот. И вот туда. Перебрасываем подкрепление. Так. Вот эти 78 тысяч. Арты не хватает здесь нам. Что у нас есть. Так. Арту делаем. Этих пока гоним наверх. Вот эти 78 давайте передвигать тоже поближе. Куда-нибудь в ролле. Эти 96 пока можно объединить. Ну и тут совсем ничего нету. Совсем нет арты, конечно. Ну ладно. Соединяем армию пока как можем. 186 тысяч. Смотрите. 400 на 3 800. 240 тысяч. Нифига себе. Я не знаю, с Фредериксберга может быть армию выгнать. А вот на Фредериксберг уже идут 65 тысяч. Ну пускай идут. Мы их, я думаю, там распинаем. Ти 65 тысяч. Тут как дела. 60 на 600. Хорошо. 200 на 5000. Ну тоже хорошо. 600 на 1900. Нормально. Нормально держимся. Подстал там на 5000. Сносим вход. Давай-давай. Подстал там сейчас мы ему навалим. Так. Тут нормально. Тут пока спокойно все. Ты куда идешь? Не знаешь сам куда идешь, да? Иди в Колумбию. Так. Вот здесь у нас есть 11 армия. Кстати. Там-то есть командир. 11 армия. Из одной пехоты. Вот эти тоже идут из одной пехоты будут сейчас, да? И вот эти. А, нет, есть самолет. А, кстати, давайте самолет. Дай мне самолет. И мы сейчас самолет запустим. А, он еще не готов. Ладно. Стой. Пусть. Пусть собирается. Когда он организуется, я попробую запунуть. Минус 1700. Типа пошли надо повышать, потому что минус 1700. У нас, конечно, денег пока много. Но, но это не навсегда. Заводы. Пароходы. Заводы боеприпасов. Вот я вижу. Куча крепостей, да? У нас все у нас строится, но не скоро. В Ричмонде давайте пушки делать тогда. Раз у нас столько мобилизованной пехоты. Давайте строить артиллерию на все. Ого, в Саванне сколько можно построить. В Колумбии давайте пушки тоже. Как раз все собираются тут. Здесь будет арта раздаваться. Так, из-за планты успеем еще увезти. Там уже, конечно, все заполонили. 20, 20, 20, 30, 36, 45, 50. Ё-моё. О, пришли наши сальвадорские друзья. Но тут одна бригада против двенашки. Но это ни о чем. Они бы хоть бы собрались бы в толпу в какую-нибудь, раз они все союзники. Собрали бы там 50 бригад, там 50 тысяч бойцов. И пошли бы по чуть-чуть хоть польза бы была. А так они сейчас сольются по одной бригаде. Это все ни о чем будет. Давайте следить тут. Ага. 800 на 800. Но вот здесь уже плохо все в Фредериксберге. 600 на 2 400. А, здесь пришли еще какие-то подкрепления. Один к одному. Один к одному очень плохо. 300 на 2 4. Здесь нормально. Так, давай все, не стой тогда. Бегом в Фредериксберг. Тем более, что у тебя есть все, что нужно. И пушки есть. И пехота. Потому что размен один к одному нас вообще не может никак устраивать. Учитывая, сколько у компа бригад. Сколько еще идет. И здесь еще пришли. Ну-ка, как тут идет размен в Роаноке. 100 на 500. Но тоже уже не фонтан. Так, давайте в Роаноке. Ага, и вот и атака на Эшвелл. Началась. Давайте в Роаноке отправим. 31 тысячу. Ну, вообще, я так понимаю, что если это война за освобождение Оклахомы, то они всего одну провинцию хотят забрать. Один штат. Да, война за освобождение региона. То есть, в принципе, даже если мы проиграем сейчас эту войну, то это не поражение в игре будет. Это просто будет, ну, одну провинцию потеряем. Хотя жалко и одну провинцию тоже. Есть, пришли наши подкрепления. Давайте смотреть, какой итог теперь будет. 500 на 700. Но не фонтан все равно. 800 на 3300. Вот тут мы хорошо сидим. Хотя тут тоже ведь нормальный бункер. 100 на 1500. Вот тоже неплохо. Смотрите, сколько тут же. 230. Так, 900. 280 уже. 800 на полторы. Нам и сюда нужно тоже подкрепление. Есть еще бойцы. Вон есть бойцы. Ох ты. Сюда тоже нужно уже подкрепление. Оборона. Так, ну вот это отстойный. Вот, атака и оборона. Давайте возьмем вот этого мужика. Отправим в Вэшвилл. Вот эту пятнаху. Отправляем. Встан там. И тут еще 96000, да? Пополам давайте делить. И отправим тоже встал там, потому что там совсем что-то много. Атаку 4 сделаем. Может быть, сработает. Так, здесь 90. А сюда, значит, вот эти 48 закинем в Вэшвилл. Боевой дух. Давай, Мосби, чеши сюда. 34, 36. Тут Атланта, конечно, тоже на измене. Вот, смотрите, 2900. Нормально, нормально. Гасите. 400 на 2900. Вообще зашибись. Вэшвилл. Отбили Вэшвилл. Ой. Тыркнул. Хотел тыркнуть паузу, чтобы посмотреть внимательно. Сейчас поищем, может, найдем. Интересно очень. Потому что такие армии сталкиваются. Так, артиллерийский завод. Завод. Начало оккупации. Наша армия атакована. Да, тут много еще всяких... Всяких отчетиков, которые не вылазят. Много всего вылазит, но много всего и не вылазит. Это не то, конечно, что я хотел увидеть. Фиг знает теперь, как это найти. Значит, вот здесь. Кто там идет в Вэшвилл? Не ходи. Кто-то еще идет в Вэшвилл? Ты тоже идешь в Вэшвилл, а ты тоже не ходи. У этих тут нету своей какой-нибудь истории. Нету, ну ладно. Пить с ним. Отбились и отбились. Тут давайте смотреть. 1100. Ну, уже не так красочно. 1000 на 2800. Тоже не так уж, не фонтан. Потому что у них больше. У нас кончатся раньше люди здесь. Хотя у него кончается снабжение. Может, он отступит. Опа! А этот из... Ох ты, собака. Страшно. Он отступил из Вэшвила в роли. Перехватил наше подкрепление. Давай, скорее тогда. Помогай там. Ах ты, зараза. Нам бы вот эта армия вон там сверху бы пригодилась бы. 15-ку пригнали. Все равно не очень. Ну, здесь нормально сидим. 300 тысяч. Он еще прислал подкреплений. А тут у нас, смотрите, 600 на 900. Мы здесь теряем больше даже, чем он. Потому что... Потому что у нас тут отстойная армия. Блин, да. Очень отстойная армия. Из новобранцев. Газовая атака. Там тоже газовая атака. Оскорбление посла. Ну, ладно. У него здесь вроде как бы поменьше. Он может отступит раньше, чем успеет перекосить наших... Блин, ну 1 к 5. Просто при отступлении мы еще больше потеряем. Так, и здесь все уже плохо. Да, он еще пригнал. 327 тысяч. Жесть какая. О, ну, кстати, перевес, смотрите, поменялся. 500 на 800. 7 процентов. Было 18. Нормально, мы сейчас отобьем его от роли. 200 на 1800. Ё-моё. Вот это, конечно, скорее бы отбить его от роли. Опа. А теперь, кстати, было 8, стало 20. А у нас стало 7. Что случилось? Эта часть обороняется. Но у него нету пушек тоже. Как он так пробивает нам? Конкретно. Омер командир. Так, кстати, можно найти нового командира. И здесь мы еще стоим. Вот тут, конечно, мы много теряем. Очень. И в отступлении потеряем еще больше. Поэтому я отступать не хочу. У нас было 110 тысяч. Мы тут уже больше 25 тысяч потеряли. И 6, и 6. И выбить его не можем. Вот, стой. А у нас тут есть крепость даже. То есть, что ж так нас тут... Да, потеряли. 43 тысячи мы потеряли под роли. А снесли всего 20. Очень неудачно он отступил из Эшвилла внутрь. Так, а один вообще без армии. А, ну там где умер командир у нас. Так, или что? Или объединить их в одну? Давайте, наверное, в одну их объединим. Хотя вот там у нас все фигово. Давайте объединим в одну. Поменяем командира. Из атаки, чтобы была оборона хоть. То может быть, сам уж у нас такая... Така слабая там. Такого возьмем. И отправим в Сталтон все-таки эти войска. Потому что там уже 314 тысяч. А у нас тут самые наши лучшие силы. 1200 на 2 400. Один к двум у нас закончится раньше. Сейчас, может быть, эти подкрепления помогут. 1200. И тут тоже наши все начинают сливать уже. 1400 на 1500. Ну, в общем, вот эти вот парни... Оу! Смотрите, 100 тысяч на Эшвилл пришло. Опять кого-то замочили где-то. Где союзники? Мексиканцы, не наши союзники. А вот, смотрите. Кому-то раздубасили из наших союзников. Уже. Вот пятера пришла. Ну, тут много. Как бы тоже толку нет. Да, союзники у нас такие себе. Никакие. Никакие союзники. 35. 190. И везде у нас почему-то стало... Не в нашу пользу. Хотя у нас тут и окопанные... А-а-а! Убили командира. Так, а вернуть командира-то в процессе боя нельзя уже. Понятно. Ну, здесь вроде поровну. 100 на 300. Хорошо. 100 на 101 к нам плохо. Здесь 600 на 1800. Хорошо. 400 на 900. Ну, уже тоже не гениально, но... Хоть как-то. Жаркие дебаты. Где там наши... Так, выиграли по дешевым. Смотрите, потери 1200, а снесли 20 тысяч. Огонь. Так, и сразу давайте назначим командира с хорошей обороной, чтобы он тут сидел и дальше всех их сдерживал. Что-то не вижу. Хорошая оборона. 2 есть. Давайте вот такого хотя бы поставим. Тут, кстати, тоже уже десяточку снесли. Вот это что с красной циферкой обозначается? Всего у нас полно. И арты полно. Почему пушки выходят в первую линию? Не понимаю тоже. Что сзади-то не стоять? Ну, ладно. Серия затягивается. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Я вообще думал, это будет последняя серия. Сейчас докрутим время до конца игры. И уже все. Выполнив свою миссию по защите независимости конфиденциальных штатов Америки, со спокойной совестью займемся другими стратегиями какими-нибудь. Но нет. Север все-таки напал. Но, опять же, это война за регион. Ну, проиграем, потеряем регион. А независимость, может быть, оставим еще себе. Хотя, может быть, он, захватив один регион, не успокоится, если он снесет нам сейчас все войска. Так что снова появилась некая интрига. Поэтому подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы узнать, чем все дело закончится. Спасибо за просмотр. И пока.